В прямом эфире дневной выпуск новостей на нашем телеканале в студии Кристина Сорокина. Здравствуйте! Прямо сейчас о самых важных и интересных событиях к этому часу и вот что вы увидите далее. Выстоять против вируса вместе. В Краснодаре открыли координационный центр. Для чего он создан и как это облегчит работу медиков, расскажем далее. Не наказать, а предотвратить беду. Сотрудники ГИБДД напоминают горожанам о безопасности на дорогах. У чудес нет границ. Как волшебство и современная техника подарили больным деткам минуты радости, увидите в нашем материале. А пока по всем подробнее. Без электроэнергии и тепла. Накануне в пригороде Краевой столицы без света остались около 600 домов. Во многих из них от электричества зависит и отопление. Об аварии в поселке Северном стало известно из социальных сетей. В пресс-службе мэрии пояснили, что в поселке проводили земляные работы и повредили электрический кабель. Сейчас специалисты занимаются восстановлением подземной линии. Возобновить электроснабжение планируют в течение дня. А пока к другим темам. Без малого 400 ДТП произошло за этот год в Краснодаре. В них погибло 33 человека. 378 получили травмы разной тяжести. Этого можно было бы избежать. Дожидались бы пешеходы зеленого света. Часто пока на дороге машины стоят в пробке, они думают, что можно безопасно перейти и на запрещающий сигнал, но попадают под колеса. Об этой ошибке накануне горожанам напомнили сотрудники ГИБДД. В период с 21 декабря по 27 декабря на территории города Краснодара проводится профилактическое мероприятие. Пешеход, в рамках которого сотрудники госавтоинспекции нацелены на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием пешехода. А именно, переход в неположенном месте, переход на запрещающий сигнал светофора красный. А также профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Параллельно с операцией пешеход, патрульные группы ловят водителей, игнорирующих требования вафельной разметки. Они перегораживают проезд автомобилем в поперечном направлении. Самое страшное, они не пускают машины скорой помощи. В каждом из таких случаев медики теряют в среднем около двух минут. А если учесть, что вафельных перекрестков на пути скорой порядка десяти, то становится ясно, почему экипаж едет на вызов не менее 20 минут, как положено по нормативу. Автоинспекторы пытаются донести каждому водителю мысль. Прежде чем выехать на перекресток, нужно убедиться, что успеешь его проехать на свой зеленый. Иначе это может стоить жизни одному из пациентов в реанимобиле. В продолжение темы дорог и не только. Как вы думаете, что планируют сделать на улице Северной и сколько еще нужно трамваев, чтобы обновить транспортный парк Краевой столицы? Сегодня на нашем телеканале мы покажем первое расширенное интервью заместителя главы Краснодара Артема Доронина. Замглавы расскажет историю своего успеха, сколько времени он проводит на работе и, конечно же, о планах по развитию Краевой столицы. Сегодня в 20.10 на нашем телеканале. Не пропустите, будет очень интересно. Сегодня наши коллеги телеканал «Кубань-24» проводят благотворительный телерадиомарафон «Край добра». Весь день в эфире канала журналисты рассказывают о ребятах, которым необходима помощь в лечении и реабилитации. В наших выпусках мы тоже делимся историями о таких детях. Новый год – праздник семейный и домашний. Впереди большинство из нас ждет торжество в кругу самых близких. Но, к сожалению, некоторые дети проведут его в стенах детской краевой клинической больницы, потому что больны не ковидом. Их диагноз намного серьезнее – онкология. И во время пандемии коронавируса поздравить их с наступающим праздником можно только на расстоянии. Но Дед Мороз не знает препятствий, когда речь идет о новогоднем чуде. Как сошлись волшебство и современная техника, смотрите в следующем сюжете. У нас из года в год в ноябре и декабре проводились различные утренники. Праздники на Рождество были у нас. Помимо того, что к нам приезжали артисты, просто дети проведывали. Очень много благотворителей, которые устраивали праздник, дарили подарки. И все это было разрешено. Но сейчас, к сожалению, в условиях жесткого карантина мы себе такую роскошь позволить не можем. И практически к нам посещения все закрыты. Как красиво получилось! Спасибо! Дети всегда остаются детьми и ждут, конечно, всегда праздники. Здравствуйте, Дедушка Мороз. Я включил машину, куда включу управление. И база мужчины, аж по потоку. Новый год можно сравнить по значимости, ну, только, наверное, с днем рождения ребенка. А сегодня мы отправляемся в путь поздравить наших ребят с Новым Годом! Новый год – это время волшебства. Время сказочное, доброе. И сегодня мы, артисты Краснодарской филармонии имени Григория Федоровича Пономаренко собрались здесь, чтобы поздравить всех ребят, которые не могут встретить праздник дома в теплом семейном кругу и подарить им настоящее чудо. Конечно, детям хочется что-то устроить такое красивое, радостное, запоминающее, что им скрасит их пребывание в стационаре. Особенно тем детям, которые у нас по тяжести заболевания остаются даже в Новый Год лечиться. Проведут эти дети все праздники у нас в отделении на химиотерапии вместе с врачами и медсестрами. А, смотри, он как рядом совсем. Вот тебя уходи, боже, 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 боже. Очень помогает в лечении детского рака. Мы это уже давно наблюдаем и знаем, это знают наши психологи. Ох и много желаний у ребят! Но мы со Снегурочкой их обязательно исполним! С наступающим Новым Годом! Мы благодарны артистам филармонии, которые приехали в таких условиях, смогли выступить, организовать нам хоть дистанционно, удаленно, но почти рядом мы поучаствовали в этом новогоднем утреннике. Это очень хорошо. Все очень рады были. Хочется, чтобы каждый из этих ребят обрел свое счастье. Сегодня каждый из нас может помочь больным детям и сделать это просто. Отправляйте смс со словом «Счастье» на короткий номер 7715. Вы сейчас его видите на экране. Или сделайте перевод любой суммы на сайте Благодворительного фонда «Край добра». Но все-таки давайте не будем забывать об инфекции, которая может угрожать каждому. Бороться с ней становится проще, благодаря посильной помощи со стороны. В Краснодаре создан единый координационный центр по противодействию COVID-19. Совместно с Министерством здравоохранения он регулирует деятельность больницы, поликлиник города. В центр стекается информация от всех глав врачей. Это позволяет в реальном времени следить за потребностью медучреждений в волонтерах и медиках. Также там собирают заявки на перемещение медиков по городу. Возят их на машинах, предоставленных администрацией, волонтерами и социальными предпринимателями. В том числе доставляются продуктовые наборы людям, находящимся на самоизоляции. Вот в этом, собственно говоря, и заключается суть нашего координационного центра. Он получает заявки от всех участников процесса, как я уже говорил. Медики, с одной стороны, общественные организации, с другой. Депутаты, то есть представители законодательной власти. Координируем работ коллег из администрации города Краснодара, краевых структур. Молодежные активисты, представители мэрии и краевой администрации уверены, с новым координационным центром работа по борьбе с вирусом пойдет быстрее, лучше и эффективнее. А на этом дневной эфир новостей подошел к концу. Конечно, это лишь малая часть событий, которыми мы успели с вами поделиться. В вечернем выпуске мы с коллегами расскажем вам еще больше. Например, как правильно выбрать и запустить пиротехнику без последствий для своего здоровья. Также вас ждут расширенные версии наших материалов. Корреспонденты уже готовят для вас много интересного. Для тех, кто не всегда успевает смотреть нас в прямом эфире, есть сайт tvcrasnodar.ru и странички в соцсетях. Там вас ждет масса полезного и развлекательного контента. Я же ненадолго с вами прощаюсь. Увидимся уже вечером на Главном городском. Субтитры подогнал Игорь Негода. Субтитры создавал DimaTorzok